Привет! Это Екатерина Воропай и канал «Объектив». Сегодня в выпуске. В греческом городке исчезают яйца и курица, а виноваты во всем солдаты НАТО. Как Александруполис стал точкой противостояния России и Запада? После Чернобыля и Фукусимы мы боимся мирного атома, развеиваем мифы о ядерной энергетике. Сербия заговорила о динацификации Балкан, а контингент НАТО приведен в повышенную боевую готовность. Что произошло в Косово и ждет ли нас еще одна война в Европе? А еще поговорим про новости с фронта с картой, протесты в Китае, визы для россиян, Чубайса и Трампа. Подписывайтесь, чтобы поддержать наш канал и ставьте лайк. А мы начинаем! Посмотрите на эти фотографии. Солнечные пляжи, каменные набережные, небольшие белые домики с оранжевыми крышами. Это греческий город Александруполис. Он очень маленький и тихий. У него есть много укромных бухт, есть небольшие причалы, откуда выходят прогулочные суда. Они стоят в городском порту. С момента основания экономика города была связана с морем. Жители рыбачат и перевозят морепродукты. А еще развлекают туристов из Турции и Балкан. Продают кофе, пирожные и сувениры. Но недавно в Александруполисе начали происходить странные вещи. С городских прилавков стали пропадать яйца и курица. Вы не поверите, но в этом виноваты солдаты НАТО. Журналисты «Икономист» пишут, что американские морские пехотинцы и солдаты НАТО приехали в город и обустроили там своеобразный перевалочный пункт для перевозки оружия, который отправляют в Украину. Ну, естественно, им нужно что-то есть. Поэтому в городе и возник дефицит яиц и курицы. Известно, что через город прошло как минимум 2400 единиц военной техники. Это танки, бронетранспортеры и вертолет. Александруполис расположен на берегу Эгейского моря, недалеко от Болгарии и Румынии. Через него проходят автомобильные и железнодорожные сообщения. Благодаря этому США и НАТО могут провозить оружие в обход наиболее конфликтных территорий – Черного моря и Босфорского пролива. А еще в городе нет монополии российских или китайских логистических компаний. Плюс, в отличие от остальных портов Греции, этот не особо загружен. В общем, это очень удобная точка для военных. Причем, Александруполис планирует использовать не только как перевалочный пункт. Греция десятилетиями находится в кризисе. А тут почувствовала, что расположение города может стать выгодным конкурентным преимуществом. Во-первых, через город можно провозить украинское зерно. А во-вторых, город может стать местом хранения и транспортировки в Восточную Европу американского сжиженного газа. Так Евросоюзу было бы проще перенести энергетический кризис. В общем, Александруполис – это очень перспективное и явно прибыльное место. И правительство не стало упускать шанс заработать и поправить экономическое положение страны. Поэтому оно пустило на торги 67% акций порта. В торгах должна победить только одна компания. За это предложение бьются очень разные покупатели. У некоторых даже нашли связи с Россией и Кремлем. Например, один из претендентов, Иван Савидин, был депутатом «Единой России». А другая компания вообще принадлежит греческому миллиардеру, который дружит с руководством «Газпрома» и владеет одной из дочерних компаний газового гиганта. Среди кандидатов на покупку акций Александруполиса есть и американские компании. США и НАТО хотят, чтобы кто-то из них получил эти акции. Если вдруг выиграет компания, аффилированная с Россией, то есть риск, что все наполеоновские планы по поставкам оружия сорвутся. Пока что Греция показывает максимальную лояльность Западу, но многолетний кризис может заставить ее изменить свое решение и встать на сторону того, кто просто предложит больше денег. А вот владельцы порта Александруполиса не видят никакой угрозы в продаже акций. Они уверенно говорят, что в будущем город еще поможет Америке, НАТО и Украине. Вне зависимости от того, чем закончится ситуация с торгами, ясно одно – Александруполис больше не будет простым и тихим городом. Теперь это стратегический объект, который может изменить ситуацию в мире. Переходим к новостям войны. Продолжают всплывать новые детали убийства 50 украинских пленных в Еленовке. Аналитики Конфликт Интеллидженс Тим указывают, что на одном из кадров с места взрыва на стене видны следы от осколочного снаряда. Хотя Россия заявила, что здание обстреляли снарядами реактивного огня. Кстати, Женевская конвенция, как отмечают аналитики, запрещает размещать военнопленных так близко к фронту. Напомним, что от Еленовки до ближайшей позиции ВСУ меньше 10 километров. А Институт изучения войны привел данные независимых аналитиков, которые с помощью спутниковых снимков еще 27 июля, то есть за два дня до трагедии, увидели прямо у стен колонии подготовленные открытые могилы. 29 числа они уже были зарыты. В Киевской области, недалеко от Буча, нашли еще одно тело замученного мирного жителя. У мужчины были связаны руки, а на его теле нашли следы пыток. В Украину продолжаются поставки западного оружия. Вчера министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что ВСУ получили из Германии еще 4 установки залпового огня МЛРС. Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что в общем в рядах ВСУ скоро будет 25-30 таких установок. Кстати, Германия осенью передаст Украине еще и уникальные военные мостоукладчики Бибер. Они могут всего лишь за одну минуту перекинуть через речку мост для тяжелой техники длиной до 20 метров. Это очень нужная для наступления техника. Шесть таких машин приедут в Украину уже через пару месяцев, а остальные 10 в 2023 году. Видимо, Минобороны Германии считают, что война продлится и в следующем году. Польша готовится передать Украине 8 гаубиц Краб. Это уже вторая партия. ВСУ очень позитивно отозвались об этих артиллерийских установках. Украина получила их 18 штук, а всего рассчитывает на 60. Западная артиллерия уже притормозила российское наступление на Донбассе. ВСУ с помощью высокоточного оружия уничтожили десятки складов боеприпасов. Только за последнюю неделю их было 34. И теперь российская артиллерия может создавать огненный вал только на отдельных участках фронта. Власти Ленинградской области заявили, что формируют в регионе два добровольческих батальона – Невский и Ладожский. А в Луге формируется батальон Санкт-Петербург. Новобранцы сразу же получают однократные выплаты при заключении контракта, а потом и зарплату в 100 тысяч рублей. Вчера из порта Одессы вышел первый сухогруз. Он отвезет украинскую кукурузу в Ливан. Пророссийские паблики, кстати, успокаивают сторонников войны, которым не нравится возобновление мирной торговли на море. Мол, такое зерновое перемирие снимает часть санкции с российской торговли. Ну а сейчас мы выясним, что происходит на фронтах. На севере у нас по-прежнему без изменений. Не двигаются фронты под Харьковом, хотя сам город продолжают обстреливать ракетами и артиллерией. Под Донецком продолжается наступление подразделений так называемой ДНР на Авдеевку, Маринку и Песке. Пока аналитики отметили, что наступающие продвинулись у Песок и к северу от Авдеевки. Между тем, последнюю неделю из Донецка приходят новости о минировании города так называемыми лепестками. Это такие маленькие противопехотные мины. Из-за их необычной формы и пластикового корпуса мирный житель может перепутать их с какой-то неизвестной ему технической деталью. А ребенок, например, с игрушкой. Лепестки взрываются сами по себе через несколько часов или если на них наступить. А осколки могут даже оторвать стопу. Это оружие запрещено Оттавской конвенцией. Эти лепестки стали находить в центральных улицах Донецкой и Горловки еще на прошлой неделе. Есть даже видео с женщиной, которая подобрала мину, чтобы показать неизвестную штуковину коллегам по работе. Российская сторона заявляет, что ВСУ разбрасывает эти мины над городами специальными снарядами. Украинская сторона обвиняет в этом российскую армию. Продолжаются боевые действия и на юге. Российская армия уже несколько дней подряд пытается выбить ВСУ с плацдармов на левом берегу Ингульца. Украина сдерживает атаки и бьет по складам с боеприпасами даже в глубоком тылу российской армии. Российское командование ремонтирует авто и железнодорожные мосты через Днепр и устанавливает возле них специальные рассеиватели. Они должны мешать ракетам наводиться на большие конструкции мостов. Но украинские независимые эксперты говорят, что эти мер бесполезны. Ведь по переправам бьют не ракетами, а высокоточными снарядами. А они летят по заданным координатам, они самостоятельно ищут цель, как ракеты. В командовании украинской морской пехоты отчиталось, что в одном из боев взяли в плен 11 человек, в том числе жителей Донбасса. Это подтверждает, что уже и на этом участке фронта, на стороне России, воюют подразделения так называемых ДНР и ЛНР. До сих пор считалось, что там действуют только регулярные части российской армии. Вчера российская артиллерия нанесла новые удары по Николаеву. Была уничтожена больница и диспансер. Местные власти уже открыто говорят, что город ожидает участь Мариуполя. Внезапно возобновились боевые действия и к северу от Славянска. Российская армия здесь попробовала штурмовать село Дмитровку, но получила отпор. А вот основные бои идут к востоку от города. Здесь подразделения ЛНР и ЧВК Багнера медленно наступают на фронте от Северска до Бахмата. Сейчас фронт находится в 3 километрах от Солидара и в 5 от Северска. За месяц боев после захвата Лисичанска силы РФ прошли здесь всего 11 километров. А вы боитесь летать на самолете? Наверняка хоть раз накануне вылета испытывали страх, невольно представляя, что может пойти не так. И понятно почему. Каждая авиакатастрофа попадает на первые полосы газет. Они снимают репортажи на телевидении и обсуждают в соцсетях. С автомобильными авариями такого вот не происходит. Поэтому и кажется, что самолет гораздо опаснее, чем машина. Хотя если бы СМИ делали отчеты о каждой жертве на дороге, то мы бы читали их круглые сутки. То же самое происходит и с ядерной энергетикой. Война в Украине и введение санкций против России вынуждают Запад искать альтернативу российскому газу и нефти. И первое, что приходит на ум, это, конечно, атомная энергетика. Однако она все еще обладает зловещей репутацией. И во многих странах Запада продолжают циркулировать мифы о ядерной энергетике, навеянной катастрофами на АЭС. Даже несмотря на то, что она стоит в одном ряду с ветряной и солнечной по экологичности. И это давно доказанный наукой факт. Казалось бы, сейчас самое время в полной мере использовать мирный атом. Но жители Европы опасаются нового Чернобыля или Фукусима. При этом забывая, что с тех пор реакторы стали надежнее. На них не проведут опасные испытания авторитарные государства. А после аварии на Фукусиме не выявили ни одного случая острой лучевой болезни. Понять опасений можно. Ведь каждая ядерная катастрофа – это действительно событие глобального масштаба. Она месяцами, если не годами, обсуждается в мировых СМИ. А вот о количестве жертв от добычи нефти или угля вам никто не расскажет. Эти цифры оседают сухой статистикой в научных отчетах. А это мало кому интересно. Но данные говорят, что атом гораздо безопаснее. Есть такой показатель – число смертей на единицу произведенной энергии. На одно и то же количество ядерной энергии приходится три смерти, когда от газа 280, а от угля – 5700 смертей. И только последние события постепенно меняют отношение Запада к атомной энергии. Германия вот планировала отключить все три АЭС к концу года. Но теперь на фоне роста цен на энергоносители правительство хочет пересмотреть это решение. Великобритания впервые за 20 лет строит свою атомную станцию. Не отстает и Франция. Она построит целых шесть новых АЭС. Будем надеяться, что обстоятельства вынудят изменить свое мнение об атомной энергии не только политиков, но и рядовых граждан. Дальше поговорим о том, что происходит в Косово и о других мировых новостях. Делать такие обзоры и в целом планировать работу нам гораздо легче, когда мы понимаем бюджет проекта. И в этом нам очень помогают ежемесячные подписки на Ютубе или Бусте. Так что становитесь нашими спонсорами. Все ссылки вы найдете в описании. Позавчера, наверное, не я одна ложилась спать, ожидая начала еще одной войны в Европе. К счастью, все обошлось. Рассказываю, что произошло с Сербией и Косово. Раньше автономный край Косово и Метохия были частью Социалистической Республики Сербия, которая находилась в составе распавшейся Югославии. В 1989 году в Сербии была принята новая конституция. Она кардинально урезала автономию субъектов государства. В Косово был распущен парламент, прекратилось вещание государственных радио и телевидение на албанском языке. В ответ прошли массовые столкновения и протесты. Так началась борьба Косово за независимость. В 2008 году Косово провозгласили себя самостоятельной республикой, но признали ее до сих пор меньше половины из всех стран мира. Сербия не признала. Это был тлеющий конфликт, но тут он обострился. Дело в том, что с 1 августа Косово планировало отменить действия сербских документов на своей территории. Всем жителям Косово, а также сербам, которые хотят приехать туда, нужно было оформлять специальные документы и делать новые автомобильные номера. Жители сербского анклава на севере Косово вышли из-за этого на акции протеста. На это отреагировала Сербия. Ее армия была приведена в состоянии повышенной готовности. На ситуацию отреагировали и НАТО тоже. Международные силы безопасности в Косово заявили о готовности вмешаться в конфликт. А посол США предложил отложить вопрос с документами на месяц. То есть до 1 сентября. Посмотрим, что будет дальше. По данным тайваньских СМИ, Нэнси Пелоси, третье лицо в политике США, все-таки приедет на Тайвань. Сообщается, что она прилетит туда сегодня вечером. МИД Китая на это, естественно, отреагировал. И они примут решительные меры для защиты суверенитета. О том, почему Китай так остро реагирует на этот визит, мы рассказывали вчера. Посмотрите, но только после того, как этот выпуск досмотрите. Дональд Трамп похоронил свою первую жену на поле для гольфа. Ее не стало 14 июля. После похорон поле для гольфа по документам превратилось в кладбище. Таким образом, Трамп уклоняется от налогов. Ведь по законам штата Нью-Джерси на кладбище распространяется налоговая льгота. Причем неважно, сколько человек там похоронено. Голландский пивоваренный концерн Хейникен продает российский бизнес. Даже чаев Липтон и Буркбон больше не будет. Международная чайная компания Экотера также решила уйти из России. Только ковид уходить никуда не собирается. По данным оперштаба, за прошлую неделю показатель заболеваемости в России увеличился почти на 68%. Так что будьте внимательны, носите маски, прививайтесь и обращайтесь к врачу при первых признаках болезни. Вы снова оставили много интересных вопросов в комментариях, а мы снова нашли на них ответы. Пользователь с ником «Волчья философия» попросил пояснить, почему клиенты китайских банков выходят на улицы. В провинциях Хинань и Аньхой тысячу людей протестуют уже несколько месяцев. Они требуют возврата своих средств, замороженных на личных счетах. Еще в апреле руководство сразу нескольких местных банков заявило, что клиенты снять деньги со счетов не смогут из-за технических работ. Этими банками в основном пользовались люди из деревень и провинциальных городов. Поэтому заморозка счетов, на которых они хранили средства на существование, здорово ударила по их уровню жизни. Так как абсолютное большинство клиентов проживало в других провинциях Китая, они начали массово съезжаться в Хинань. Тогда власти объявили несколько тысяч из них больных коронавирусом и запретили им покидать свои провинции. Удобно, правда? Однако какое-то количество все равно доехало и вышло на демонстрации перед банком. В середине июля между протестующими силовиками прошли столкновения, и на улице перед банком даже пригнали танки. В итоге началось расследование. Если верить ему, руководство компании, управляющей всеми банками, заморозившими вклады, вывело куда-то 6 миллиардов долларов. Сейчас государство постепенно компенсирует вкладчикам потерянные деньги. Против же руководства банков началось следствие. У вас наверняка возник вопрос, почему китайские власти ведут себя так странно? То подавляют недовольство вкладчиков танками, то полностью компенсируют им потери. Дело в том, что такой крупный скандал мог вызвать набег вкладчиков и на другие банки. И это бы усугубило банковский кризис, в котором сейчас пребывает страна из-за замедления роста экономики. Поэтому вначале китайское руководство пыталось все замять. Когда же не получилось, пришлось потери компенсировать. Так государство убеждает вкладчиков других банков, что их вклады защищены. Пользователь под ником Байкал попросил рассказать, что происходит с визами в страны ЕС. Ну, тут все зависит от страны. Как заявляет Еврокомиссия, выдача виз является в первую очередь полномочием страны Евросоюза. Среди государств, которые перестали выдавать визы россиянам почти полностью, Польша, Чехия и страны Балтии. Получить туда визу может только очень узкий круг лиц. Это оппозиционеры, которым в России угрожает преследование, или люди, которые хотят высоединиться с семьей. Многие другие страны ЕС поставили менее строгие ограничения. Среди них Чехия, Нидерланды, Дания, Румыния и Испания. В каждой из этих стран свои критерии, по которым россиянам можно туда поехать. Остальные страны формально не изменили правила выдачи виз россиян. Однако в случае с некоторыми могут возникнуть технические трудности при получении визы. Например, визовые центры Великобритании сейчас работают медленно, так как множество работников миграционной службы занято беженцами с Украины. Поэтому рассмотрение заявки на визу может занять времени больше, чем обычно. В Финляндии же обсуждение запрета выдачи туристических виз россиянам идет прямо сейчас. Эту меру поддерживают все главные партии страны. Но на данный момент Финляндия выдает туристические визы без проблем. Правда, из-за наплыва желающих туда поехать, петербуржские визовые центры заявки не принимают. Попасть туда можно будет, в лучшем случае, осенью. Наши материалы мы с командой готовим на основе авторитетных западных СМИ. И ссылки на все статьи вы всегда можете найти в инфобоксе под этим видео. Чтобы получать такую аналитику каждый день, не забывайте на нас подписываться. А еще задавайте вопросы в комментариях. Мы найдем аналитику на самые интересные и актуальные. А на этом все. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok